Правильное сочетание пищевых продуктов. В конце позапрошлого и прошлого столетия в лаборатории Павлова Ивана были проведены интересные опыты по физиологии пищеварения. В результате этих опытов оказалось, что на каждый вид пищи хлеб, мясо, молоко и так далее, выделяются различные по количеству и качеству пищеварительные соки. Причем это отделение начинается уже в ротовой полости и следует далее по всему пищеварительному тракту. Слюна, желудочный сок, поджелудочный сок, желчь, пищеварительные соки тонкой и толстой кишки, а также микрофлора. Обработка и переваривание каждого вида пищи протекает в соответствующем отделе пищеварительного тракта и занимает также определенное присущее только ему время. Например, фрукты перевариваются в тонкой кишке, а мясо 2-3 часа сначала обрабатывается в желудке, а затем в тонкой кишке. Оказалось, что даже на родственные виды пищи происходит разнообразное по многим параметрам отделение пищеварительных соков. Например, наиболее сильнодействующие пищеварительные соки выделяются на молоко в последний час пищеварения, а на мясо в первый. Все это указывает на чрезвычайно тонкую технологию усвоения пищи, нарушение которой мгновенно наказывается. Именно эти научные разработки школы Ивана Павлова в конце 20-х годов прошлого столетия с успехом были применены на практике американским врачом-натуропатом Гербертом Шелтоном. Около 100 тысяч в прошлом очень больных людей прошли через его школу здоровья, демонстрировав чудеса оздоровления. Ввиду важности вопроса, я излагаю в конспективной форме взгляды и опыт величайшего специалиста в области сочетания продуктов Герберта Шелтона. Классификация пищевых продуктов. Для того, чтобы читатель мог правильно понять, как сочетаются между собой пищевые продукты, повторим еще раз их классификацию. Некоторые продукты будут отнесены к белковым и крахмалистым. Пусть это вас не смущает, ибо они действительно содержат одновременно много крахмала и белка. Белки. Эта пища содержит относительно большой процент белка. Главные из них следующие. Орехи. Большинство. Все хлебные злаки. Фасоль. Сухой горох. Соевые бобы. Яйца. Грибы. Все мясные продукты. Раки. Рыба. Сыр. Творог. Подсолнечные семечки. Баклажаны. Молоко. Представляет собой низкомолекулярный белок. Углеводы. Сюда относятся крахмалы, сахара, сиропы и сладкие фрукты. Крахмалы. Все хлебные злаки. Сушеные бобы, кроме соевых. Сушеный горох. Картофель всех видов. Каштаны. Арахис. Кабачки. Тыква. Сахара и сиропы. Желтый и белый сахар. Молочный сахар. Различные варенья, повидла, сиропы и так далее. И также мед. Умеренно крахмалистые. Цветная капуста. Свекла. Морковь. Брюква. Сладкие фрукты. Это финики. Инжир. Изюм. Урюк. Курага. Виноград. Чернослив. Хурма. Сушеные груши и яблоки. Особенно сладких сортов. Жиры. Оливковое масло. Подсолнечное. Кукурузное. И сливочное. Большинство орехов. Сало. Жирное мясо. Сливки. Сметана. Кислые фрукты. Большая часть кислот представлены кислыми фруктами. Главные из них следующие. Апельсин. Грейпфрут. Гранат. Лимон. Кислый виноград. Кислая слива. Кислые яблоки. Помидоры. Полукислые фрукты. Свежий инжир. Сладкая вишня. Сладкое яблоко. Груши. Персики. Абрикосы. Черника. Смородина. Клубника. Некрахмалистые и зеленые овощи. Под эту классификацию попадают все сезонные, независимо от цвета. Зеленые, красные, желтые, белые и так далее овощи. Главные среди них следующие. Латук. Сельдерей. Цикорий. Одуванчик. Капуста. Листья репы. Шпинат. Щавель кислый. Листья свеклы. Лук. Репа. Баклажаны. Огурец. Калераби. Петрушка. Ревень. Спаржа. Чеснок. Сладкий. Перец. И редис. Дыни. Кушают дыни всех сортов. А теперь рассмотрим одно за другим всевозможные пищевые сочетания и обсудим их одно за другим с точки зрения пищеварения. Подобная информация будет весьма полезна для думающего читателя. Сочетание кислот с крахмалами. Кислоты вышеуказанных кислотосодержащих продуктов разрушает фермент птиолин, который расщепляет крахмал. Отсюда сочетание кислот и крахмала неудобоваримое. Соблюдайте правила. Ешьте кислоты и крахмалы в разное время. Сочетание белков с крахмалами. Свободная соляная кислота в концентрации 0,003% достаточно для того, чтобы прекратить действие фермента, расщепляющего крахмал. Дальнейшее, даже незначительное повышение кислотности не только приостанавливает этот процесс, но и разрушает фермент. Когда съедается хлеб, в желудке выделяется мало соляной кислоты. Сок, выделенный на хлеб, имеет почти нейтральную реакцию. Когда крахмал хлеба переварен, в желудке выделяется много соляной кислоты для того, чтобы переварить белок хлеба. Два процесса переваривания крахмала и переваривания белка происходит не одновременно. Наоборот, секреция очень тонко регулируется в отношении состава и момента начала выделения для удовлетворения разнообразных потребностей веществ сложного состава. Здесь лежит ответ тем, кто возражает против правильного сочетания пищи на том основании, что сама пища комбинирует различные пищевые вещества в одной и той же пище. Между перевариванием пищевого продукта, каким бы ни был его состав, и перевариванием смеси различных продуктов существует большое различие. Для одного продукта, который представляет собой сочетание крахмала с белком, организм может легко приспособить свои соки в отношении силы и времени выделения к пищевым требованиям этого продукта. Но когда съедаются два вида пищи с различными, даже можно сказать противоположными пищеварительными потребностями, такое приспособление сока становится невозможным. Если хлеб и мясо съедаются вместе, то вместо почти нейтральной среды желудочного сока, выделенного в первые два часа пищеварения, будет неминуемо выделяться высококислый сок и пищеварение крахмала резко приостановится. С физиологической точки зрения никогда нельзя упускать из виду, что первые стадии пищеварения крахмала и белков происходят в противоположных средах. Крахмал требует щелочной реакции и обрабатывается в ротовой полости и 12-перстной кишке. Белок требует кислой среды в желудке, а затем обрабатывается совершенно другими ферментами в 12-перстной кишке, нежели крахмал. Правило. Ешьте углеводы и белки в разное время. Таким образом, каша, хлеб, картофель и другие крахмалы должны приниматься отдельно от мяса, рыбы, яиц, сыра, творога, орехов и другой белковой пищи. Сочетание белка с белком. Два белка различного характера и состава в сочетании с другими пищеварительными факторами требует различных изменений пищеварительной секреции и различного времени выделения для своего эффективного усвоения. Например, наиболее сильнодействующий сок выделяется на молоко в последний час пищеварения, а на мясо в первый. Если пищеварительный процесс не будет должным образом видоизменяться, то белковая пища не будет полноценно переварена. Этого невозможно добиться, когда съедаются два различных белка за один прием. Поэтому такие сочетания, как мясо и яйца, мясо и орехи, мясо и сыр, яйца и молоко, яйца и орехи, сыр и орехи и т.д. не должны приниматься. Соблюдайте правила. Ешьте одну концентрированную белковую пищу за один прием. Сочетание кислот с белками. Активная работа по расщеплению сложных веществ на более простые происходит в желудке и составляет первую стадию пищеварения белков. Совершается под действием ферментов пепсина. Пепсин действует только в кислой среде. В щелочной его действие прекращается. Желудочный сок меняет свой состав от почти нейтрального до сильно кислотного в зависимости от пищи, которая поступает в него. Когда съедаются белки, желудочный сок кислый, так как он должен предоставить благоприятную среду для переваривания пепсина и индуцированного автолиза. Из-за того, что пепсин активен в кислой среде, делают ошибку, считая, что принимая кислоты с белком, тем самым помогут перевариванию белка. Фактически наоборот. Эти кислоты задерживают выделение желудочного сока. Лекарства и фруктовые кислоты расстраивают желудочный сок, разрушая пепсин и сокращая его секрецию. Желудочный сок не выделяется в присутствии кислоты во рту и желудка. Иван Павлов наглядно показал неблагоприятное влияние на пищеварение кислот как фруктовых, так и кислот конечного продукта ферментизации, например, сквашеного молока. Фруктовые кислоты задерживают выделение желудочного сока, мешают перевариванию белка и производят в результате гниения. Нормальный желудок выделяет все кислоты, которые требуются для переваривания белка с определенной концентрацией пепсина. Больной желудок может выделить слишком много кислоты, отсюда повышенная кислотность, или недостаточное количество кислоты, пониженная кислотность. В любом случае, потребление кислот с белками не помогает пищеварению. Не поливайте мясо ни уксусом, ни гранатовым соком, ни лимонным соком и так далее. Сочетание жиров с белками. Жиры оказывают замедляющее влияние на секрецию желудочного сока. Присутствие в желудке масел задерживает секрецию желудочного сока, выделяемого на последующий прием пищи в других условиях легко усваиваемой. Присутствие жиров пищи снижает количество вызывающей аппетит секреции, которая выделяется в желудке, уменьшает количество химической секреции и активность желудочных желез. Снижает количество пепсина и соляной кислоты в желудочном соке и может уменьшить почти в два раза желудочный тонус. Такое замедляющее действие может продолжаться два и более часов. Другими словами, такие продукты, как сливки, сливочное масло, растительное масло, жирное мясо, сметана и так далее, нельзя употреблять в одной еде с орехами, сыром, яйцами, мясом. В связи с этим надо заметить, что те пищевые продукты, которые обычно содержат внутренний жир, орехи, сыр, молоко, требуют более продолжительного времени на переваривание, чем белковые продукты, не содержащие их. Соблюдайте правила ести жиры и белки в разное время. Хорошо известно, что обилие зеленых овощей противодействует замедляющему действию жиров. Поэтому, если употребляете жир с белками, можно устранить его тормозящее действие на переваривание белков путем употребления с ними большого количества зеленых овощей. Сочетание сахара с белками. Все сахара, промышленные сиропы, сладкие фрукты, мед и тому подобное оказывают тормозящее влияние на секрецию желудочного сока и моторику желудка. Это происходит от того, что они перевариваются в кишечнике. Если их есть отдельно, они долго не задерживаются в желудке и быстро переходят в кишечник. С другими продуктами, белками и крахмалами, они надолго задерживаются в желудке, пока не переваривается другая пища, при этом подвергаются бактериальному разложению. Правило. Ешьте сахара и белки в разное время. Сочетание сахара с крахмалами. Переваривание крахмала обычно начинается во рту и продолжается при определенных условиях некоторое время в желудке. Сахара не подвергаются перевариванию во рту и желудке, а только в тонком кишечнике. Когда сахар потребляется с другой пищей, они на некоторое время задерживаются в желудке, ожидая пока переваривается другая пища. Поэтому они имеют тенденцию очень быстро бродить в условиях тепла и влаги, имеющейся в желудке. Такой тип питания гарантирует кислую ферментизацию, брожение. Желе, повидло, варенье, фрукты, конфеты, сахар, мед, патока, сиропы и так далее. Добавляемые в пирожки, хлеб, печенье, каши, картофель и тому подобное вызывают брожение. Регулярность, с которой миллионы людей едят на завтрак кашу с сахаром и страдают повышенной кислотностью и сжога отрыжка и другие доказательства несварения, была бы смешной, если бы не такой трагичной. Сладкие фрукты с крахмалами также приводят к брожению. Хлеб, содержащий изюм, финики и так далее. Такой популярной среди сторонников здоровой пищи является диетической гадостью. Многие считают, что если вместо сахара употреблять мед, можно избежать брожения. Но это не тот случай. Мед с горячими пирожками, сироп в варенье с хлебом, блины и тому подобное гарантируют брожение. Есть причина полагать, что присутствие сахара с крахмалами нарушает переваривание сахара. Когда сахар кладется в рот, происходит обильное выделение слюны, но она не содержит птиолина. Это фермент, расщепляющий крахмал в ротовой полости, так как птиолин не действует на сахар. Если крахмал комбинируется с сахаром, медом, вареньем, это будет препятствовать адаптации слюны для переваривания крахмала. Отдаленные последствия этого могут вызвать неотделение птиолина на крахмал и нарушение переваривания его. В итоге получится, что продукты, которые являются здоровыми сами по себе, часто оказываются вредными, когда их соединяют с не сочетающимися с ними другими продуктами. Например, хлеб и масло съедены вместе не вызывают неприятности, но если добавить мед, сахар, варенье, может последовать болезнь, потому что сахар будет усваиваться первым, а превращение крахмала в сахар будет замедляться. Смесь сахара с крахмалами вызывает брожение и весь последующий вред. Отсюда правило. Ешьте крахмалы и сахара в разное время. Питание дынями. Многие жалуются, что дыни им вредят, что у них аллергия на дыни. Дыни настолько здоровая и так легко перевариваемая пища, что и наиболее слабое пищеварение может легко справиться с ней. Но почему-то до употребления дынь вызывает серьезные страдания. Дыни не подвергаются перевариванию в желудке, они перевариваются в кишечнике. Съеденные надлежащим образом, они остаются в желудке несколько минут, затем переходят в кишечник. Но если употреблять их с другой пищей, которая продолжительное время обрабатывается в желудке, то они задерживаются там. Поскольку они измельчены и находятся в теплом месте, то быстро разлагаются с образованием большого количества газов и других вредных веществ, вызывая серьезное расстройство пищеварения. Отсюда правило. Кушайте дыню отдельно от другой пищи. Дыни должны съедаться отдельно от другой пищи. При этом вся еда должна состоять из дыни. Герберт Шелтон пробовал питаться дынями вместе со сладкими фруктами. И оказалось, что нет причин, почему бы их не есть вместе, если будет желание. Принимайте молоко в отдельности. В природе существует правило, что звереныш любого вида животного принимает молоко отдельно. В ранние периоды жизни молодые млекопитающие не употребляют другой пищи, кроме молока. Затем наступает время, когда они едят молоко и другую пищу, но они принимают ее в отдельности от молока. Наконец наступает время, когда они отлучаются от молока, после чего уже никогда не принимают его. Молоко – это пища детенышей. В нем нет потребности после окончания нормального периода вскармливания. Мы же всю жизнь остаемся сосунками. Благодаря присутствию в молоке пилка и жира, оно плохо сочетается с другой пищей, кроме кислых фруктов. Первое, что происходит с молоком, когда оно попадает в желудок, оно свертывается, образуя творог. Свернувшееся молоко обволакивает частицы другой пищи в желудке и изолирует их от действия желудочного сока. Это препятствует перевариванию этих частиц до тех пор, пока не переваривается свернувшееся молоко. Отсюда правило – принимайте молоко в отдельности. При кормлении детей молоком можно давать им свежевыжатые фруктовые соки, разбавленные водой, а через полчаса давать молоко. Фрукты должны быть кислыми. Десерты. Десерты съедаются в конце еды, обычно после того, как человек насытился. К ним относятся пирожные, пирожки, мороженое, сладкие фрукты и так далее. Они очень плохо сочетаются почти со всеми видами пищи, не несут полезной нагрузки и поэтому нежелательны. Отсюда правило – избегайте десертов. Если вы должны съесть кусок пирога, съешьте его с большим количеством салата и сырых овощей и ничего кроме, а затем пропустите еду. Охлажденные десерты, такие как мороженое, охлажденная минеральная вода и так далее, создают другое препятствие для пищеварительного процесса. Этим препятствием является холод. Мы уже ранее говорили о вреде холода для пищеварения. Пищевые ферменты активны при температуре 37 градусов Цельсия. Поэтому холодная пища сначала нагревается, а затем переваривается. При этом охлаждаются прилегающие к желудку органы, что ухудшает их кровоснабжение, вызывая холодовой спазм. Естественно, Нокс в такие тонкости не вникал и у него вышло то, что лежит на поверхности. Виноваты продукты. Теперь же нам известно, виноваты мы сами в своем дремучем невежестве, создавая гниющую свалку из продуктов внутри самих себя. Переход на правильное питание здоровых и больных, слабых и сильных, старых и молодых, показал немедленное улучшение здоровья в результате облегчения работы, выполняемой пищеварительными органами. Таким образом, обеспечивается лучшее пищеварение, питание и меньшее отравление, Как следует потреблять белок? С белковыми продуктами всех видов лучше всего сочетаются некрахмалистые продукты всех видов. Источные овощи, шпинат, ботва свеклы, капуста, ботва репы, свежие зеленые бобы, все виды свежих кабачков, лук, сельдерей и другие некрахмалистые овощи. Следующие овощи дают плохое сочетание с белками, свекла, репа, тыква, морковь, кальраби, брюква, бобы, горох, картофель, а также всевозможные крупы. Бобы и горох представляют собой сочетание белка с крахмалами, и их лучше кушать как крахмал, или как белок в сочетании с зелеными овощами, без других белков и без других крахмалов. Ниже приведенное меню в качестве примера содержит правильное сочетание белковой пищи. Белковую пищу легче всего есть на ужин без кислот и растительного масла, а также масляных подливок. Есть индивидуально в смысле количества. Овощной салат отварное мясо, либо овощной салат мясные котлеты, либо овощной салат творог, либо овощной салат орехи, Овощной салат, яичница, отварные яйца. Овощной салат, вареный горох или фасоль. Овощной салат, зеленый кабачок, шашлык, без троганы. Овощной салат, ботва репы или шпинат. Тушеная курятина или кролик. Из выше приведенного видно, что большой салат должен сопровождать любой прием белковой, а также крахмалистой пищи. Доктор Шелтон подчеркивает важность салата для любой диеты. Поэтому я приведу его рекомендации по приготовлению такого салата. Салат должен состоять из комбинации простых овощей без всяких подливок или соусов. Нет необходимости очень мелко резать и так далее ингредиенты салата. Ниже приводится примерное составление салата. Они могут служить для вас основой в изобретении собственных салатов. Половина головки салата латука, сельдерей, капуста. Пол головки латука, сельдерей, помидоры. Пол головки латука, капуста, перец сладкий. Пол головки латука, французский эндивий и помидор. Либо капуста, огурцы, редис. Для красоты можно добавить веточку петрушки, красный, то есть сладкий перец и так далее. Соль не нужна, так как в салате достаточно разных органических солей. Салаты должны быть простыми. Нет необходимости в большом количестве ингредиентов. В условиях средней полосы России в качестве основы салата подходит капуста. А остальное в зависимости от сезона. Редис, сельдерей, пастернак, огурцы, помидоры, сладкий перец, петрушка, одуванчики и так далее. Как потреблять крахмал? Натуропаты советуют потреблять один крахмал, один вид каши без хлеба. Не только потому, что существует противоречие этих продуктов, а и потому, что потребление двух или более крахмалов, например, каши, хлеба и картошки в одной еде, практически обязательно приводит к перееданию этих веществ. Считается самым лучшим, это относится особенно к кормлению больного, ограничить потребление крахмала одним видом на прием. Переваривание крахмалов начинается во рту, поэтому тщательно жуйте, чтобы не глотать, а пить крахмалистую пищу. Слюное пищеварение будет длительно продолжаться в желудке, если их правильно съедать. Рекомендуется крахмалистую пищу съедать в дневное время. Крахмалистая пища должна быть сухой, каши круто сваренные. Салаты с крахмалом можно употреблять, как было указано, а лучше салат подобрать из слабо крахмалистых овощей, морковка, свекла и так далее. Примерно такой салат. 40% капусты, 30% моркови, 20% сырой или отварной свеклы, а затем укропа, петрушки и так далее. Ферменты и витамины, содержащиеся в слабо крахмалистых овощах, помогут хорошо переварить крахмал. Съедается индивидуально для каждого количества. Итак, овощной салат, свекла, картофель в любом виде. Или овощной салат, морковь, отварной рис с маслом. Или овощной салат, морковь, печеная тыква. Или овощной салат, любая круто сваренная каша. Овощной салат, тушеная морковь, лук, свекла, сухари. Овощной салат, тушеная свекла, хлеб цельный с маслом. Как потреблять фрукты? Вместе с орехами, которые с ботанической точки зрения также относятся к фруктам, и зелеными овощами, корнеплодами, фрукты представляют собой идеальную пищу для человека. Питание фруктами доставляет нам много удовольствия, но фрукты надо есть отдельно от других продуктов. Причина, по которой их надо так есть, была указана выше. Фрукты нельзя есть и между приемами пищи, так как это значит вводить их в желудок или тонкий кишечник в то время, когда там идет переваривание предыдущих продуктов. В результате нарушается пищеварение, поэтому их лучше потреблять в отдельный прием пищи. Можно есть их перед едой за 20-30 минут. За это время они успеют пройти в тонкий кишечник и перевариться. При кормлении больных фруктами Шелтон пришел к выводу, что лучше давать сладкие и очень кислые фрукты в разное время. Сахар, мед и другие сладости особенно нежелательны с грейпфрутом и вообще с кислыми фруктами. Следующее меню содержит правильные фруктовые сочетания и рекомендуется как фруктовая еда на завтрак. Не добавляйте сахар к фруктам. В пищу можно использовать сезонные фрукты. Есть в количестве индивидуальным для каждого. Например, вишни и абрикосы, либо вишни и абрикосы сливы, либо персики и абрикосы, либо яблоки, виноград, стакан простокваши. Весной и летом вкусный салат можно приготовить из сезонных фруктов. Сливы, абрикосы, вишни, черешни, салата латука, сельдерея. Употребление пищи в течение дня. Опираясь на физиологию пищеварения, мы можем наиболее рационально распределить прием разнохарактерной пищи в течение дня. Утром, когда организм отдохнул во время сна, мы особо не нуждаемся в притоке энергии. К тому же мы знаем, что пища вызывает в организме реакции специфического динамического действия пищи и отдает свою энергию не сразу, а спустя некоторое время. Отсюда утром должна употребляться легко усваиваемая пища с минимумом реакции специфического динамического действия. Наиболее подходящей пищей являются фрукты и свежевыжатые овощные и фруктовые соки. Крахмалистую пищу желательно употреблять на обед в связи с тем, что она на свое переваривание и усвоение требует значительно больше энергии, чем фрукты. Процесс пищеварения затягивается на 3-4 часа. К тому же крахмалистая пища дает нам основную энергию, которую мы будем использовать в течение второй половины дня. Фрукты же, богатые легко усваиваемыми сахарами, очень быстро отдают нам энергию и хороши именно для утра. Белковую пищу желательно употреблять вечером, потому что она переваривается дольше 4 часов и нужна нам для возмещения структур, которые распались за день и их надо восстанавливать. Процесс переваривания белков вызывает наибольшие сдвиги специфического динамического действия пищи и естественно должен происходить в спокойной обстановке. Наилучшее время от 6 до 8 часов вечера. Тем более, что в это время сами процессы в организме переходят от распада энергетических и пластических структур к их синтезу. Просто, физиологично и логично. Очень интересно сравнить современные рекомендации натуропатов с наидревнейшими рекомендациями индийских врачевателей. В Айурведе. Айурведа это древнейшая наука, изучающая жизнь. Питание на продолжении дня согласовано с ритмами природы. Древними мудрецами было подмечено, что в течение суток последовательно сменяются 3 периода по 4 часа каждый. Первый период покой по-индусски капха. Я его назвал слизь. Второй энергетической активности питта. Я назвал его желчь. И третий период двигательной активности вата. Я назвал его ветер. Эти периоды в первую очередь связаны с солнечной активностью. Период капха начинается с восхода солнца от 6 до 10 часов. Как правило, утро спокойное. На физиологическом уровне организма это сказывается покоем и тяжестью тела. Период питта длится от 10 до 14 часов и характеризуется высоким положением солнца. В это время мы особенно голодны и в нас наиболее силен по аналогии с солнцем огонь пищеварения. Период вата длится с 14 до 18 часов. Солнце раскалило землю, нагрело воздух. От этого начинается движение воздушных масс. Поднимается ветер и все приходит в движение. Колышутся деревья, трава, вода и так далее. На физиологическом уровне этот период двигательной активности наивысшей работоспособности. Далее идет повторение с 18 до 22 капха, с 22 до 2 ночи пита и с 2 до 6 утра вата. Именно в этом ритме живет весь мир животных и растений. Причем такая активность наблюдается как у дневных, так и у ночных животных. Исходя из этих предпосылок, Аюрведа дает следующие рекомендации относительно питания в течение дня. Первое. Вставайте в период вата двигательной активности. Чуть раньше, в 6 утра, время местное. Вы будете весь день активны. И если вставать в период капха покоя, будете весь день инертны. Встав, выпейте стакан теплой воды. Вата усиливает работу вашего кишечника и способствует эвакуации содержимого толстого кишечника. Второе. Когда появляется легкий голод, фруктовый завтрак. Третье. В период питы, особенно с 12 до 14 часов, когда пищеварительный огонь наиболее силен, кушайте самую большую по объему еду. По всей логике вещей, это должна быть крахмалистая пища с овощами, дающая максимальное количество энергии. Затем тихонько посидите, желательно на пятках, и подышите через правую ноздрю. Это еще больше увеличит ваш пищеварительный огонь, а далее 5-10 минут надо пройтись. Четвертое. В период окончания вата началась капха с 18 до 20 часов. Легкий ужин перед заходом солнца. Солнце снижается и огонь пищеварения уменьшается. В этот период рекомендуется есть немного белковой пищи, чтобы пополнить израсходованные структуры тела и побольше овощей, чтобы все усвоилось. Вести себя после ужина, так же, как и после обеда. Как видно из предыдущего, и современные, и предписания древних мудрецов совпадают почти во всем, хотя и те, и другие шли совершенно разными путями. Схожую рекомендацию, как питаться в течение дня, дает Поль Брэг и наш практик-натуропат Сурен Авакович Аракелян. Первый прием пищи должен быть при ощущении сильного голода, обязательно после физических упражнений, бега, быстрой ходьбы, работы по дому и так далее. Вспомните крылатое выражение Поля Брэга. Завтрак надо заработать. Пища должна состоять из фруктов или сухофруктов, все по сезону. Можно насыщаться натуральным медом, естественно, отдельно от других продуктов. Для наших условий больше всего подходит каша из цельного зерна. Второй прием пищи должен быть при ощущении сильного голода и состоять из овощей с добавлением растительного масла или без него. Употреблять не более 100 граммов масляничных семян подсолнуха, конопли, кунжута и прочих орехов. Третий прием пищи, если в этом будет надобность, должен состоять из фруктов по сезону или сухофруктов. При отсутствии их можно выпить свежевыжатый сок из овощей или настоя из трав. Суточное количество пищи должно составлять примерно 1500 граммов. Растительной каши необходимо кушать или утром, или вечером, не позже 19 часов. Даже в Библии этому вопросу уделено особое внимание. В книге Исход, глава 16, в 12 пункте сказано, Вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом. Итак, как древние, так и современные специалисты в вопросах питания склонны к тому, что утром надо употреблять легкую пищу, в обед крахмалистую и наиболее большего объема, а вечером немного белковые с овощами. Конечно, могут быть разнообразные варианты, в зависимости от традиции и привычек, но это проверенный вариант. Очень важный вопрос, какая же пропорция должна соблюдаться между кислотной и щелочной пищей в течение дня? Не разобравшись в нем, эффект от питания будет весьма мал. Ни для кого не секрет, что органы тела получают питание из крови. Кровяной поток в зависимости от пищи может меняться в кислую и щелочную сторону. Кислотная пропорция крови несет в себе энергетические вещества и возмещает расходы. Щелочная обеспечивает построение нашего организма, создание костей, нервов, мышц, поддерживает физическое и умственное здоровье, иммунизирует организм. Большинство натуропатов называют следующую пропорцию от 50 до 60%. Щелочная и 50-40 кислотная пища. Например, Поль Брек считает следующую пропорцию пищи идеальной. Одна пятая часть ежедневного приема пищи должна быть белковой, растительного и животного происхождения. Одна пятая из крахмалистой пищи, это небдерные злаки и крупы, а также натуральные соки и сахар, либо мед, сухофрукты, а также нерафинированные масла. Три пятых пищи должны составлять фрукты и овощи, сырые и правильно приготовленные. В процентном отношении такая диета выглядит так. 60% фрукты и овощи, 20% белковая пища, 7% крахмалистые продукты, 7% натуральные сахара и 6% масла. Индийские йоги определяют качество крови по цвету, извлекая ее из желудка чистой формы посредством специального метода Дхаути. Имеются различия в цвете между чистой кровью и нечистой. По их мнению, найчистейшая кровь, которую она называет сатвик, должна быть на 60-70% щелочной. Такая кровь преобладает у людей, имеющих хорошее здоровье. Косвенно на это указывает чистый розовый язык и яркая розовая конъюнктива глаза. Если щелочная пропорция понизится до 50-60%, то такая кровь будет называться раджастик, то есть кровь худшего качества. Такая кровь доминирует у людей, восприимчивых ко всяким болезням и постоянно страдающих недомоганиями. Чрезмерно кислотная кровь йогами называется тамасик, наихудшая по качеству. Такая кровь течет в телах хронически больных людей. Поэтому йоги также придерживаются щелочообразующей диеты и тех пропорций, которые указаны выше. Несколько своеобразный подход к ежедневной пропорции пищи у макробиотов. Это дальневосточных народов. Слово макробиотика означает искусство долгой жизни. Я приведу стандартный режим макробиотического питания, который рекомендует специалист в этой области, миккиокуши. Первое. Каждый прием пищи не менее чем на 50% должен состоять из злаков в зернах, приготовленных на разный манер. Злаки – полноценный рис, пшеница, полноценный хлеб, крупы. Из предыдущего нам известно, что потребление углеводов вызывает сдвиги кислотно-щелочного равновесия в щелочную сторону, а вот очищенные крупы, полированный рис, мука в кислую. Отсюда становится ясно, что макробиоты сразу же стараются соблюдать правильную пропорцию пищи по самому главному параметру, но другими средствами. Второе. Каждый день ешьте 5% супа миса или супа тамари. Одна-две маленькие чашки. Вкус их должен быть очень легким. Пользуйтесь несколькими видами овощей, ворской травой, злаками и стручковыми. Чаще варьируйте. То есть это какой суп? Ингредиенты этого супа. Миса – засоленная растительная паста на базе сои, богатая усваиваемыми протеинами, ферментами, которые способствуют пищеварению, витамином В12 и так далее. Миса получается в результате длительного брожения от 2 до 3 лет. Тамари, перебродивший и посоленный соус на базе сои и пшеницы, используется в небольшом количестве при приправах к супу и овощам. То есть это овощные супы с двумя вышеуказанными приправами. Третье. Около 20-30% каждого приема пищи должны составлять овощи. Две трети – сваренные различными способами, обжаренные, запеченные в духовке. И одну треть – съедаться с сырыми в салатах из обработанных варкой или тушением овощей. При этом обработка огнем минимальна. Овощи после нее, наоборот, зеленее становятся. Четвертое. 10-15% каждодневной еды состоят из бобовых и морской капусты. Отдавайте предпочтение гороху чечевицы. Умеренно приправляйте их тамари или морской солью. Морская капуста – уникальный продукт, в котором содержатся почти все микроэлементы. Она одна способствует пополнению редко встречающимися микроэлементами. Пятое. Один или два раза в неделю можно есть рыбу в небольших количествах, белую мякоть. Можно также брать на десерт фрукты один или два раза в неделю. Сырые, сухие, вареные. Всегда в небольшом количестве. Четверть или ломтик свежих фруктов за один раз. Этот пункт указывает на очень осторожное потребление белковой пищи животного происхождения. Складывается впечатление, что они давным-давно знали о реакциях специфического динамического действия пищи. Такое малое количество фруктов и так редко употребляемых ничего плохого не принесут. Соусы миса и тамари – интересные пищевые добавки. Они богаты витаминами и ферментами, что позволяет успешно переваривать и усваивать зерновые продукты. Вспомните, что на получение тысячи калорий из пищи должны израсходоваться столько-то витаминов В1, В2 и так далее. Поэтому они интуитивно и подобрали эти два продукта, богатые ими. Неясным из всех рекомендаций макробиотов остается пункт 3. Почему овощам уделяется в два раза меньше внимания, чем в натуропатической и йоговской кухне? Во-первых, японцы, которые в основном и придерживаются макробиотических принципов, живут на берегу моря. Потребляя продукты моря, морскую капусту и другие продукты, они прекрасно снабжают себя микроэлементным составом. Поэтому нет необходимости в таком большом количестве овощных салатов. Во-вторых, была подмечена очень тонкая вещь. Есть продукты, как бы сжимающие и расширяющие нас. Вспомните из раздела микроэлемента о калии и натрии. Калий находится внутри клеток, а натрий во внеклеточной жидкости. Оба щелочные элементы. Но при приеме пищи богатой калием, а это в основном фрукты и много овощей, усиливаются внутриклеточные процессы и выводится жидкость из организма. На уровне клеток это отражается сжиманием клеточных мембран, что ухудшает их функции. При пище богатой натрием, это в основном крупы, морковь, корень одуванчика, происходит задержка воды в организме. На клеточном уровне происходит набухание мембран, что опять-таки ухудшает функционирование клеток. Сдвиг как в ту, так и в другую сторону угнетает жизненные процессы и потому нежелательны. Нужна золотая середина. И оказывается, что пропорция макробиотов отвечает этому условию. Если это условие не соблюдается, происходит незаметное разрушение организма, особенно страдают зубы. Так у несведущих сыроедов весьма быстро расшатываются зубы. О правильном соблюдении этого условия мы поговорим в следующей части. А теперь давайте более конкретно разберемся, сколько еды съедать за один прием. Герберт Шелтон советует кушать в соответствии с индивидуальными потребностями. Другие вставать из-за стола с чувством легкого голода. Вот интересная пословица на этот счет, рассказанная мне писателем Владимиром Георгиевичем Черкасовым. Если встал из-за стола с чувством легкого голода, наелся. Если чувствуешь, что наелся за столом, значит переел. Если чувствуешь, что объелся за столом, значит отравился. Интересные рекомендации на этот счет у йогов. Первое. Чистая, сладкая и неострая пища, которая вкусна и приятна, должна наполнять половину желудка. Это известно как умеренное питание. Митахара. Второе. Половина желудка должна быть наполнена пищей, четверть водой. Другая четверть остается свободной для движения образования газов. Практические рекомендации по перевариванию и усвоению пищи. Теперь, зная технологию переваривания и усвоения того или иного продукта, нам остается следовать ей. Эти рекомендации дополняют предыдущие и позволяют нам еще больше укрепить здоровье. Первое. Принимайте пищу, богатую биоплазмой и только органическую. Такая пища обладает наибольшим энергетическим потенциалом. Все структуры в ней не искажены. Аминокислоты, витамины, сахара, энзимы, минеральные вещества находятся в самом активном состоянии. В такой пище возможен индуцированный авториз, позволяющий экономить около 50% пищеварительной энергии. Больше свежей растительной пищи, тепловую и другие обработки сведите к минимуму. Второе. Старайтесь принимать цельную пищу. В цельной пище или продуктах питания находятся все необходимые элементы как для усвоения, так и выведения ее. Ваши материальные ресурсы тела не будут растрачиваться. Чем меньше рафинированной пищи, тем лучше здоровье и длиннее жизнь. Третье. В качестве основного топлива используйте углеводистую пищу. Помните о реакциях специфического динамического действия пищи. Углеводистая пища повышает их на 10-20%, а белковая до 40%. При правильном питании нам хватает растительного белка. Излишек белка подрывает наши силы. Четвертое. Первым блюдом принимайте салат. Это позволит ликвидировать пищевой ликоцитоз, постоянно пополнять щелочную резерву организма, а также поддерживать необходимую количественную и качественную комбинацию минеральных элементов в теле. Подготавливать обстановку для полноценного переваривания вареной пищи. Вареная пища снабжается витаминами и ферментами, уничтоженными при тепловой обработке. Помните, вы усваиваете столько пищи, насколько хватает витаминов и ферментов. Без этого пища превращается в полуфабрикат и отравляет вас. Пятое. Правильно сочетайте пищевые продукты. Это позволит вам полноценно переваривать и усваивать пищу, получать максимум пользы. Неправильное сочетание пищи подрывает ваши силы, портит весь желудочно-кишечный тракт. Уважайте технологию переваривания продуктов. Не требуйте от пищеварительной системы невозможного. Шестое. Правильно употребляйте пищу в течение дня. Это позволит вам всегда быть в форме, в любое время суток проявлять высокую умственную и физическую работоспособность. Седьмое. Соблюдайте пропорцию кислой и щелочной пищи. Это позволит вам всегда держаться на гребне здоровья, а не скатываться в ту или иную сторону. Переход на правильное питание. Любой резкий переход к непривычной пище отражается на самочувствии человека. Ведь теперь нам известно, что организм на новые необычные продукты питания, проросшее зерно, сырые овощи, фрукты и так далее, должен поставлять и специфические ферменты, которых почти нет. В желудочно-кишечном тракте должна развиться другая микрофлора, перестраивается кишечная, гормональная система, меняются вкусовые привычки и потребность в пище. Должна произойти перестройка всего организма, что отражается не только на его физиологии, но и на психике человека. Естественно, этот процесс растянут во времени. К тому же многие системы имеют большую инертность, поэтому надо знать и уважать физиологические механизмы, лежащие в основе этих процессов. Например, многие из первых переселенцев в Америку из Испании умерли, не приспособившись к новой пище. Это особенно хорошо было показано в фильме «Христофор Колумб». К тому же вы должны знать, что при переходе на правильное питание с нашего обычного, извращенного, наблюдается целый ряд перестроек в органах и системах, которые могут проявиться в виде болезненных кризисов. Знайте об этом и не пугайтесь. Кризисы лишь указывают, что вы на правильном пути. После таких кризисов вы поднимаетесь на новый уровень здоровья. Как показала практика, ферментные системы желудочно-кишечного тракта на новую пищу перестраиваются за 3-12 месяцев. То же самое происходит и с микрофлорой кишечника. Кишечная гормональная система обладает большой инертностью. Ей для перестройки необходимы 1-2 года. Изменение вкусовых привычек, поведения и психики человека требует еще более продолжительного времени – 2-3 года. Примерно за 3 года все эти механизмы входят в нужную силу и прекрасно работают. Критерии нормальной работы желудочно-кишечного тракта следующие. 1. При приеме свекольного сока моча не окрашивается в свекольный цвет. Это указывает на нормальное состояние эпителия желудочно-кишечного тракта. 2. Стул становится легким и бывает 2-3 раза в день. Это указывает на нормальную моторику желудочно-кишечного тракта. 3. Консистенция фекалиев в виде полумягкой колбаски, без запаха и без включения непереваренных кусочков овощей, фруктов и т.д. Это указывает на нормальное всасывание воды в толстом кишечнике. А отсутствие запаха и кусочков овощей свидетельствует о развитии полноценной правильной микрофлоры. 4. Медленно изменяются пищевые привычки и потребности. Через 1-3 года вы перестанете потреблять нормальную в кавычках пищу, ибо почувствуете на себе, как она отрицательно влияет на ваш организм. Ступени перехода на новый вид пищи следующие. Во-первых, необходимо поменять последовательность приема пищевых продуктов. Жидкости – доеды, фрукты – доеды. Первое блюдо – салат. Второе блюдо – либо углеводное, либо белковое, но только одно. Во-вторых, исключаются все вредные продукты – рафинированные и стимуляторы типа кофе, чая, колбасы, торты и т.д. В-третьих, начинайте менять пропорцию сырой и вареной пищи в пользу сырой. Потихоньку приучайте свой организм к сырой пище. Начинайте пить по 100-200 граммов свежевыжатых овощных и фруктовых стоков. Овощи вначале тушите, а затем все менее и менее подвергайте тепловой обработке и в конце концов старайтесь употреблять в сыром виде. Чередуйте – раз тушеные, раз сырые. В-четвертых, понемногу, от 20 до 50 граммов, начинайте включать в свой рацион сырые растительные блюда. Проросшую пшеницу, размоченные крупы, дикорастущие съедобные плоды и травы. Каши больше замачивайте, чем варите. Точно так же поступайте и в остальном. Замена завтрака на прием фруктов. Обед из первых блюд мяса хлеба заменяйте на стакан свежевыжатого сока, сырые или слабо тушеные овощи и каши. Ужин из первых и вторых блюд чай пить на салат и орехи. Согласно сезону можно устраивать день клубники, день яблок, день винограда, день дынь, день арбузов и так далее. Если следовать этому питательному режиму, то постепенно и незаметно изменятся вкусовые привычки. Пища, которая вначале казалась невкусной, даже невыносимой, становится приятной и желанной. Итак, все содержание второй части целительных сил можно свести к простым и доступным правилам. Первое. Кушайте, когда проголодаетесь. Второе. Половину ежедневного приема пищи должна составлять свежая сырая растительная пища или слегка тушеная. Третье. Жидкости и фрукты употребляйте до еды или делайте из них отдельный прием пищи. Четвертое. Жевать и смачивать пищу хорошенько слюной, для чего кушать медленно, пока пища не превратится в кашицу. Соки также должны быть смочены слюной, поэтому пить их надо меленькими глотками. Пятое. Первое блюдо. Салат из овощей по сезону. Это листья, корни, плоды. Так называемый салат триада. Второе блюдо. Желательно также по сезону. Белковая или крахмалистая пища. Шестое. Сырая растительная пища, а также второе блюдо готовятся непосредственно перед употреблением. Седьмое. Откажитесь от консервированных и рафинированных продуктов. Колбаса там, торты и печенье. Не применяйте никаких стимуляторов, типа чая, кофе, алкоголя.